Святый Божий, святый крепкий, святый безмертный Бог, мирной нас. 28 июля в России празднуют Крещение Руси. В этот день мы отмечаем провозглашение христианства в качестве государственной религии. О значении этого события, которое изменило ход истории нашей страны, о личности равноапостольного князя Владимира, который крестил Русь, мы поговорили с настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца в поселке Кавказском Геннадий Малютиным. Геннадий, почему день Крещения Руси мы отмечаем день памяти князя Владимира? С чем это связано? Дело в том, что, конечно же, трудно установить действительно эту дату. И поэтому приурочили, скажем так, эти даты и день памяти святого рампостного князя Владимира и днем Крещения Руси. Почему? Потому что это неразрывно связано с личностью святого князя Владимира. Поэтому просто для удобства было принято такое решение святой церкви. Отец Геннадий, а почему князь Владимир равноапостольный? Ведь известно, что он далеко был не ангельского характера, он был достаточно жестоким и сам казнил и убивал людей. Почему равноапостольный? Князь Владимир, он прежде всего был руководителем. Руководитель, то есть обладающий всей полнотой власти. Ну и в то время, скажем так, прежде чем он принял Крещение, он был язычником. Ну а его также окружали другие языческие народы, государства и, соответственно, в принципе, он ничем особенно не отличался от других руководителей. Он жил, как все язычники живут. Ну оттуда как бы и, скажем, его поведение соответствующее. Ну и к тому же это было время войн постоянных, и князь, он не сидел где-то там в шатре, а он часто сам шел впереди, скажем, с оружием и вдохновлял, скажем, своих воинов. Поэтому, вот, соответственно, возможно, приходилось и применять оружие. Князь Владимир равноапостольным почитается. Почему? Потому что он просветил русскую землю. Вот. Ну, вы говорите, что вот он не ангелом был. Ну, опять-таки, ангелы – это воинство небесное. Вот. И ангелы – это не в том смысле, что они только красивые и добрые, ангелы, как известно, из истории применяли оружие. Вот, скажем, светлые ангелы низвергли единицу, то есть падшего ангела, восставшего против Бога, в ад, поэтому это воинство небесное. Поэтому, в том смысле, как мы применяем это слово «ангел», оно немножко не соответствует вот восприятию духовному. Поэтому ангел – это воин, поэтому вот он тоже, князь Владимир, тоже воин. Вот. Почему равноапостольный? Потому что, как апостолы просвещали землю светом веры Христовой, так и князь Владимир просветил русскую землю светом веры. Причем, в основном, конечно же, то есть от него не исходило желания насилия. И если где-то было насилие, то это было, скорее, связано не столько с духовной стороной, сколько с политической стороны. Он просветил русский народ, славян, как сейчас правильно сказать. Ну, в общем-то, в то время, скажем, Россия была тоже многонациональная. понятие русский – это собирательное. Там были племена и варяги были, и финно-угорские племена, и так далее. То есть, ну, в общем, все те, кто, в общем-то, был соседей, всех тех, кто пошел под руку князя Владимира, кто воспринимал его как своего лидера. Поэтому, конечно, ясное дело, что, приняв крещение, он стал показывать своей жизнью. Ну, сказать так, что вот с точки зрения богословия, да, что вот так было такое большое развитие просвещения, наверное, не скажешь. Скорее всего, что это был пример, личный пример князя Владимира, который, став уже верующим человеком во Христа, он полностью изменился. Даже известный случай, когда, ну, в общем-то, нужно было казнить там грабителя-разбойника, который много людской крови пролил, и князь не подписывал этот указ, как бы. У него спрашивают, княжи, а надо это, надо. А он плакал, говорил, вот как погубить душу человеческую, христианскую, без покаяния. То есть разительная разница. Да, это стали два разных человека. То есть тот человек, который был язычник, и тот, кто веровал во Христа, это недаром тогда именно назвали князя Владимира «Красное солнышко». Почему? Потому что он максимально воплощал в заповеди Евангелия христианства в свою жизнь. Поэтому люди, видя это, радовались. И он был очень щедрый, он помогал им много вот, именно, как говорят у нас сейчас, занимался социальной деятельностью. То есть людей искали, кто нуждается, там, кормили, поили, одевали, обували, помогали в трудных жизненных ситуациях. То есть он уже вот, когда принял крещение, он полностью изменился. Поэтому, конечно, это уже связано с тем, что это связано именно с принятием веры христианской. Отец Геннадий, а как Вы считаете, почему князь Владимир принял именно христианство? Ведь мы знаем, что в те времена уже давно существовал иудаизм, был ислам, буддизм. А он выбрал все-таки именно христианство. Что послужило этому причиной? Большое влияние, Вы знаете, как на... Человек оказывает и в том числе его детство. А мы знаем, что к воспитанию будущего раноапостона князя Владимира имела отношение его бабушка, раноапостона княгине Ольга. А она к тому времени уже была христианка. И, соответственно, когда вот она уже его воспитывать старалась, да, вот именно в духе христианском, вот. Он, конечно, слышал много от своей бабушки, о вере, видел ее дела. И как бы это тоже запечатлялось в сознании. Князь Владимир, как одаренный умный человек, он увидел, что язычество, оно не дает, скажем, ответов на самые важные вопросы, которые, в общем-то, должен получить человек, который действительно, скажем, задается вопросом о смысле жизни и так далее. И тем более, так как он объединил множество племен, в конечном счете, он, видя, ну, что, междуусобицы, между племенами, он хотел таким образом, скажем, соединить племена. И для этого он взял, собрал всех богов, всех, значит, племен, которые были в одно место в Киеве, значит. И вот думал, что так произойдет объединение. То есть, когда он еще не пришел к христианству, ну, и выбрал там, значит, главного, все-таки бога, там, Перуна, значит, поставил его. Но увидев, что это не приводит к консолидации племен, что каждый тянет в свою сторону все равно, он понял, что так не объединить Русь. И, значит, он начал приглядываться к другим, уже таким известным религиям. Поэтому он засылал послов в эти страны. И оттуда приходили люди, которые рассказывали о своей вере. Приходили и, значит, болгары, которые ислам проповедовали, значит, приходили и от католиков, вот, приходили и иудеи. Вот. Ну и вот он внимательно слушал о их вере. И пришел представитель, значит, из Византии, греческий философ, с которым он имел общение. И вот на него очень большое, как известно из источников, на него произошло большое впечатление то, что рассказал ему о вере во Христа греческий философ, когда тот поведал ему о жертве Христа за всех людей. То есть то, что он принес кровавую жертву, отдал самого себя за то, чтобы спасти других людей, всех людей. Вот. И большое впечатление на него произошла картина «Страшного суда», которую писал философ. И вот как бы на это тоже обращают внимание историки, что вот он после этого, конечно же, тоже крепко задумался о вере. И послы, которые были, значит, в самом главном храме Константинополя-Софии при мудрости Божией, вот, когда они зашли в храм, побывали на богослужении, у них было впечатление такое, что, говорит, мы не знаем, где мы были, то ли на земле, то ли на небе. То есть и вот все вместе, вот, значит, все вот эти вот данные, которые он получил от разных людей, в конечном счете привели ее к тому, что ему нужно было, тем более, что бабушка равнопостная княгиня Ольга, да, что она была христианка. И, в общем-то, довольно-таки немалое количество людей к этому времени были тоже христианами из, скажем, высших сословий. И еще более древняя история о том, что как принял крещение Аскольд, князь Аскольд, Дир, вот, который тоже, в общем-то, сам крестился от дружины его и пытался он тоже уже на русской земле строить храмы и тоже проповедовать веру христианскую. Вот это все, как бы, наверное, в совокупности и послужило, скажем, ну вот, как нам представляется тем, скажем, важным итогом, который подвело князя Владимира, значит, принятие крещения Руси. Но здесь еще не будем забывать самого важного момента. Христос говорит нам, Своим ученикам, вот, сегодня такие слова, значит, что «не вы меня, я вас избрал». Мы знаем, что Господь смотрит на сердце человека, если человек ищет Бога, то Господь не проходит мимо такого человека. Но еще более древними, скажем, предпосылками того, что вера Христова сияла на Руси, было предание, которое нам известно, что апостол Андрей Первозванный был на Киевских горах, был в Новгороде и предрек, что в этих местах воссеет вера христианская. То есть еще в первом веке апостол Андрей Первозванный об этом говорил. Поэтому все развивалась, история своим путем, и когда сложились благоприятные обстоятельства, вот так случилось, что открыл сердце Христу князь равнопостолный Владимир, и вот русская земля просветилась светом христовой веры. А как вы считаете, в чем важность выбора, который тысячу лет назад сделал князь Владимир, как изменилась судьба России, нашей страны? Я не могу сказать, каким мы стали, потому что Господь нас оценивает, да, какие мы стали, но то, что есть на сегодняшний день с нами, да, вот это благодаря нашей вере. То есть самое главное ведь что в вере? Это любить Бога, то есть слушаться Его, и любить друг друга как самого себя, понимаете? То есть оттуда вот и самопожертвование, да, то есть человек, который верит во Христа, он не может стать счастливым, если он живет для себя эгоистично, понимаете? Он чувствует это внутренним, как бы своим состоянием, внутренней правдой, вот своей верой, чувствует, что счастье только когда рядом с тобой человек счастлив. И если нужно для этого счастья отдать свою жизнь, как Христос отдал за всех людей, то, значит, это нужно сделать. И что нет смерти, что есть вечная жизнь и настоящее счастье возможно только в том случае, если ты любишь Бога, любишь ближнего своего. Поэтому вот мы есть сегодня то, что есть благодаря нашей вере. И если кто-то может сказать о нас, что мы верующие во Христа люди и что мы любим друг друга, это только благодаря тому, что у нас есть такая вера. Поэтому нас и победить невозможно. Ну, а как сказал Господь, кто придет с мечом, от меча и погибнет. И Александр Невский, святой благородный князь, повторил эти слова. Вот. То есть понятно, что вот мы побеждаем все, прежде всего в себе, грехи, значит, все свои недостатки, что-то неправильное только с помощью нашей веры. Вот. Поэтому те люди, которые любят Христа и любят друг друга, их невозможно победить. Почему? Потому что они вместе, они вместе с Богом, вместе с друг другом. Они любят друг друга, поддерживают друг друга. Они не могут предать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok